Здравствуйте! Это новости на канале ИКС в студии Оксаны Колесниковой. Смотрите в этом выпуске. К примеру, здесь будет находиться спальня. Далее будет следовать гостиная с двумя зонами – учебной и игровой. Но встречать нас будет кухня. 15 миллионов рублей и 7 месяцев работ в Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями проводят комплексный капитальный ремонт. Впечатления хорошие, но ощущения у меня не очень добрые. Стройка детского технопарка «Кванториум» продолжается. Проверить хоть работ приехал губернатор Севастополя, чем остался недоволен глава города. По некоторым позициям, таким как законодательство в инвестиционной деятельности, работа инвестиционного портала, работа специализированной организации, показатели находятся выше среднероссийского. Привлечь, заинтересовать, помочь, как улучшить инвестиционный климат в регионе – власти решают вместе с предпринимателями. Чтобы построить частный дом, больше не нужно получать разрешение. Достаточно направить в органы власти уведомления. В Департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя рассказали об изменениях в федеральном законодательстве. Раньше для начала строительства дачного, садового или индивидуального жилого дома нужно было собрать достаточно большой пакет документов. Теперь процедуру значительно упростили. По сути, индивидуальные застройщики подают нам заявление. Заявлением к приложению является заполненная форма уведомления, в котором он в описательной форме указывает, какого размера планируется построить дом, каковы отступы от границ соседних участков, какова предельная высота и ряд иных характеристик по своему объекту. И, собственно, правоустанавливающий документ на землю, если его права не зарегистрированы в ЕГРН. И это все. На рассмотрении заявки у Департамента есть 7 рабочих дней. Если проект будущего дома отвечает всем требованиям градостроительного законодательства, застройщику дается 10 лет на строительство. Еще одно уведомление нужно будет направить в Департамент архитектуры после завершения стройки. Сложнее процедура, если участок находится в границах исторического поселения. К уведомлению необходимо приложить еще и описание внешнего облика дома. Его Департамент направит на согласование все в наследие. И рассматривать заявление будут не 7, а 20 рабочих дней. Подробная инструкция, как писать уведомления и с какими документами необходимо ознакомиться перед началом стройки, размещена на сайте Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя. Начинать бизнес в Севастополе стало проще. За несколько месяцев на 10% вырос уровень выполнения целевых моделей, которые упрощают процедуру ведения бизнеса. Как снизить бюрократические препоны для бизнесменов, обсудили на заседании Совета по улучшению инновационного климата в регионе. О проблемах рассказали предприниматели. В центре внимания вопросы постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на землю. Отдельно обсудили развитие рыбохозяйственной отрасли. В частности, отметили проект по созданию устричной фермы. Его в Севастополе реализуют инвесторы из Санкт-Петербурга. На одном из заводов уже собирают оборудование. Одна из моделей поддержки предпринимателей в нашем регионе – сопровождение проекта по принципу «одного окна». Это позволяет значительно сократить время прохождения всех согласований. Мы закрепляемся каждым проектом. Мы это называем не сотрудник правительства области, мы это называем менеджер. Менеджер, который закрепляется проектом. Задача менеджера – вместе с инициатором проекта ходить по органам власти, по федеральным учреждениям, согласовывать все процедуры, а не ждать, когда предприниматель получает спустя 50 или 60 дней какой-то отрицательный ответ. Это то, что мы обсудили в отраслевой части. Очень важно не только инвестора привлечь. Привлечь инвестора – это треть дела. Остальные две трети самое важное – это сделать так, чтобы инвестор заинтересовался, закрепился, поверил в то, что, вложив деньги сюда, он их не потеряет и, наоборот, приумножит. Капитальный ремонт проводят в Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Здание закрыто с июня месяца. На его ремонт из бюджета города выделили более 15 миллионов рублей. Что уже сделано за это время и когда состоится открытие обновленного учреждения, узнавала Алевтина Игнатьева. Запах краски, побелки и шпаклевки, строительный мусор и торчащие провода. В Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями проводят комплексный капитальный ремонт. Для его проведения из бюджета города выделили более 15 миллионов рублей. Четыре месяца работы и вот обновленный фасад здания уже почти готов. Проектом предусмотрено проведение работ фасадных, внутренних работ, установка системы кондиционирования, замена окон, дверей, внутренние отделочные работы, оборудование санитарных узлов, путей движения, установка систем для доступности маломобильных групп населения и подготовка помещений для специализированных реабилитационных кабинетов, в которых будут заниматься наши специалисты, будут работать с детьми. Капитальный ремонт зданию был необходим. Его тут не проводили с 94-го года. Теперь по завершению всех работ комплекс не только восстановят, но и расширят. В здании будут оборудованы два зала для занятий адаптивной физической культурой и медицинский кабинет. Кроме того, появится и абсолютно новый социальный блок. По завершению капитального ремонта тут впервые откроют кабинет адаптационного обучения навыкам самообслуживания и бытовой деятельности типа жилой модуль. К примеру, здесь будет находиться спальня, далее будет следовать гостиная с двумя зонами – учебной и игровой. Ну а встречать нас будет кухня. Тут оборудуют пандусы, специальные установки и другие приборы, все для того, чтобы каждый тут чувствовал себя как дома. Начать работу в обновленном здании планируют 3 декабря. Дата выбрана не случайно, а приурочена к Международному дню инвалида. Ждет открытие центра после ремонта и маленький Глеб. Их семья в Севастополь переехала совсем недавно, весной. За это время они успели посетить несколько групповых занятий в учреждении. После того, как в июне здание закрыли на ремонт, уроки речи и социальной адаптации для него не прекратились. Несколько раз в неделю уже к нему домой в гости приезжают специалисты по реабилитационной работе с детьми-инвалидами. Здороваться будем? Давай поздороваемся. Где у нас небо? Небо где? Посмотри глазками. Где небо? Ну, оно небо, да? Мы скажем небо здравствуй. Пусть день наш будет ясным. В природе скажем мы. Пусть будет мир прекрасный. Продолжительность занятия – 50 минут. Для того, чтобы урок проходил весело и легко, специалисты используют различные картинки, фотографии и видеозаставки. Сегодня перед Глебом стоит задача – научиться чистить зубы и самостоятельно умываться. Как только водные процедуры закончат, начнется занятие по развитию речи. Занимаемся развитием речи, обогащаем его словарь, увеличим подвижность его артикуляционного аппарата, делаем артикуляционную гимнастику, развиваем мелкую моторику, чтобы у нас ручки хорошо работали, поднимались, скажи, да, вот так вот высоко-высоко вверх. Работали мы с Глебом в центре. Вот. И сейчас мы работаем с ним на дому. По словам мамы Глеба, уроки на дому хорошо влияют на развитие ребенка. За несколько месяцев занятий уже удалось достичь положительных изменений. Особенно это заметно во время общения. Глеб начал говорить не так давно всего своего развития и болезни, он начал больше говорить, он начал правильнее говорить благодаря Елене Сергеевне, он стал более коммуникабельным, он больше всего знает, он сейчас просто уже устал, это видно, потому что народу столько, а так, конечно, результат налицо. Всего на данный момент в реабилитационном центре для детей и подростков числится на учете более тысячи человек. За четыре месяца работы на дому социальные услуги уже предоставлены более 120 воспитанникам. И если раньше, до проведения ремонтных работ, ежедневно на занятия приходили около 45 человек, то после открытия центр смогут посещать около 120 детей ежедневно. А за ходом ремонтных работ в реабилитационном центре для детей и подростков наблюдали Алифтина Игнатьева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. В Севастополе продолжается и капитальный ремонт детского технопарка «Кванториум». Строительство началось в июне. Все закончить должны были к началу учебного года, но этого не произошло. Напомним, проект «Кванториум» разработан по поручению президента страны. Такие технопарки направлены на подготовку инженеров и конструкторов и на работу в сфере инновационных технологий. За ходом работ лично следит губернатор Дмитрий Овсянников. Сегодня он посмотрел этот объект. Подробнее наш корреспондент Светлана Федодеева. Дмитрий Овсянников внимательно осмотрел все помещения. По каждому задавал вопросы, звучали и замечания. Глава города недоволен темпом работ, ведь объекты должны были сдать еще две недели назад. Сейчас губернатор поставил новый срок – 1 ноября. Средства были доведены еще в начале года, поэтому будем усиливать и ускорять темп строительства. Конечно, это наша вина. Где-то, может быть, не проконтролировали наших субподрядчиков, генподрядчика. Поэтому мы будем стараться исправить это, нагнать сроки. На текущий момент по строительству мы вышли на тот этап, что мы уходим в чистовую отделку. Руководители проекта надеются выйти на финишную прямую к поставленным срокам. Капитальный ремонт начали в начале июня 2018-го. Уже завершены работы по кровле, усилены и утеплены межэтажные перекрытия, забетонированы полы, установлены окна. Сейчас на объекте выполняют облицовку стен негорючими панелями «Криплат». Эти панели антивандальные, специально предусмотрены для учреждений с количеством детей, где, мало ли, что-то упадет, что-то еще. То есть, как бы, есть дальнейшие не планы, а конкретные задачи. Напольные покрытия и потолочные панели «Арустронг», слаботочная система, электрика. В принципе, мы закончим. В здании будут кабинеты для занятий по различным направлениям. Аэро, Космо, Энерджи, Квантумы, робототехника, IT-технологии, медиасфера. Это помещение – сердце будущего Кванториума. Называться оно будет «Хай-Тек». А пока здесь идут работы, на сегодня демонтировали существующую отделку, сейчас выравнивают стены. Интересно, эта комната будет не только мощным современным оборудованием, также здесь установят большой стеклянный куб, он будет в центре зала. Этот необычный элемент и начнут монтировать в ближайшее время. На капитальный ремонт здания выделено почти 54 миллиона. На оснащение оборудованием – 83,5 миллионов рублей. Технику закупают поэтапно и до конца года полностью оснастят Кванториум. К сдаче объекта укомплектуют и штат сотрудников детского технопарка. А за строительством Кванториума продолжат следить Светлана Федодеева и Андрей Глушенко. Информационный канал Севастополя. Интерактивный социально-образовательный проект «Азбука профессии» пройдет на площади Нахимова с 28 по 30 сентября. Дети от 4 до 12 лет узнают о работе врача, учителя, фермера, моряка, банкира и других специалистов. Напомним, впервые проект реализовали при поддержке правительства города в прошлом году, когда участниками стали более 25 тысяч ребят и их родителей. И вернемся к теме ремонтов. Капитально отремонтируют и социальный приют для детей и подростков. Сейчас готовят проект в планах ремонт всего комплекса зданий и ограждения территории. Воспитанников приюта временно переселили в общежитие. Оно относится к 42-й школе. По словам директора Департамента труда и социальной защиты населения, условия размещения сейчас у ребят значительно лучше. А в каком состоянии постройки и территория самого приюта? Расскажем в сюжете. Глубокие трещины вдоль стен и облупившаяся штукатурка. Так выглядит комплекс зданий социального приюта. Он не соответствует санитарным нормам и правилам для учреждений подобного типа. Здесь нет приемника распределителя и медпункта. И было принято решение приемом второго этажа заложить средства в бюджете 2017 года на разработку полноценной проектно-сметной документации, на капитальный ремонт. И этого здания, вы видите, трещины идут от потолка, от ледового пояса и до фундамента. Вот этого хозяйственного корпуса. И приведение в порядок всей территории вместе со строительством подпорной стены и ограждение периметра. Картина в помещении аналогичная. Здесь необходим срочный ремонт. Сейчас в комнатах беспорядок. Идет подготовка к работам. Уже вывезли большую часть вещей и разобрали мебель. Вся эта мебель не соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам. Но, к сожалению, стоит у меня на балансе. Поэтому я сначала ее должен перевести, потом определить дальнейшую судьбу этого имущества. Когда это здание будет откапиталено, когда здесь будет осуществлен капитальный ремонт, будет закуплена новая мебель. К капитальному ремонту строители приступят в течение месяца. Точный суммозатрат на работы пока не определена. Ориентировочно потребуется около 40 миллионов рублей. Источником финансирования будет либо бюджет Севастополя, либо помощь предоставит правительство Москвы. А за ходом ремонта будут наблюдать Марина Кравцова, Светлана Федодеева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Департамент труда и социальной защиты населения организует ярмарку вакансий для предприятий и организаций города, которым требуются специалисты по экономическим и финансовым вопросам. Работодателям помогут подобрать грамотных и профессиональных сотрудников, а соискателям предложат вакансии бухгалтера и экономиста. Посетителей также ознакомят с интерактивным порталом службы занятости. Ярмарка стартует 13 сентября в 14 часов по адресу улица Руднева, дом 40. Севастопольские полицейские встретились со школьниками в ходе акции «Дети России». Ребятам рассказали о преимуществах здорового образа жизни, а также об опасных последствиях употребления психотропных веществ. Учащимся сообщили об ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Напомним, за операцией с запрещенными веществами нарушителям грозит административное и уголовное наказание. Такие акции для школьников в нашем городе планируют проводить и в дальнейшем. Представители Роспотребнадзора сообщили о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в сентябре. В службе напомнили о старте массовой иммунизации населения против гриппа. Планируют привить более 70 миллионов человек. А в Севастополе профилактическая вакцинация продолжается. В первую очередь прививают детей, студентов, врачей, педагогов, водителей, беременных женщин, военнослужащих, а также людей с хроническими заболеваниями, бронхолегочной и сердечно-сосудистой системой. А общественники из села Верхнесадовое обратились в законодательное собрание Севастополя с инициативой создать в Бельбекской долине особо охраняемую природную территорию. Так жители хотят защитить реку от загрязнений пестицидами и агрохимикатами, которые используют фермеры для обработки плодовых насаждений. Это может повлиять сильно на работу хозяйств в этом регионе. На территории, которая будет иметь природоохранную, культурную, научную ценность, будет запрещено даже вспахивать землю. Михаил Шишкич не представляет свою жизнь без фермерства. Занимается хозяйством уже 26 лет. Но успех пришел только тогда, когда он получил правительственный грант на развитие в размере полутора миллионов рублей. Мужчина закупил новую технику и посадочный материал. Теперь боится, что все усилия были напрасны. Три гектара плодово-ягодных насаждений пропадает. Михаил убежден, совсем без химии вырастить хороший урожай очень трудно. Тем не менее фермеры сами пытаются заменить их на биологические удобрения. Мы, например, в плане удобрений, мы применяем, у нас есть накопление, навоз, который мы закупаем у местного населения. За время зимы мы накапливаем древесную золу. Накопление приличное. Мы собираем 300-400 килограммов золы. Ну, нам это хватает. Хватает для подкормок. То есть стараемся максимально уходить от применения и минеральных удобрений, и пестицидов в том числе. Затем, как будет развиваться ситуация вокруг Бельбекской долины, будут следить наши корреспонденты. А как повлияет особо охраняемая территория на жизнь и деятельность фермеров, мы расскажем в следующих информационных выпусках. Внимание жителей и гостей Севастополя сегодня с 23 часов до 6 утра 13 сентября будет отключена подача воды в районе улиц Коммунистической, Гоголя, Галины Петровой, Ивана Голубца, Симферопольской, Руднева, Сафронова и Харьковской. Отключения связаны с ремонтными работами. И еще о временных неудобствах. Схему движения общественного транспорта изменят в Севастополе с 13 по 16 сентября в связи с проведением 5-го Крымского военно-исторического фестиваля. Маршрут автобусов под номерами 37, 40, 41, 129, 134, 182 и 183 пройдет через улицу Ясную и остановку поселок Первомайка. По предварительным подсчетам организаторов фестиваля мероприятия посетят не менее 30 тысяч гостей. Жители и гости Севастополя познакомились с шотландской погодой. В этой стране, говорят, не бывает плохого климата, бывает неподходящая одежда. Погода в Шотландии меняется несколько раз в день, поэтому граждане всегда готовы к осадкам. В наш город первый месяц осени принес ливни, усиление ветра, а также колебания температуры и влажности воздуха. При этом погода переменчива. Утром может лить дождь, а днем небо ясное. Стоит ли захватить зонт, узнаем из прогноза. 13 сентября в Севастополе переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 19, днем плюс 27, атмосферное давление 764 миллиметра штутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер северный 6-11 метров в секунду, температура морской воды плюс 25. Это вся информация к этому часу. Спасибо, что были с нами. Еще больше новостей вы можете найти на сайте xtv.ru. Телефон нашей редакции 54-51-12. В студии работала Оксана Колесникова. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok